Продолжение следует... Он был прав. Роман Джорджа Оруэлла 1984 вновь стал бестселлером на фоне президентства Дональда Трампа. В целом, в Германии в частности, Анкару постоянно критикуют за нарушение прав человека. В ответ турки обвиняют ЕС в мягкотелости, несогласованности действий, нарушении обещаний. С обеих сторон есть причины для обвинений. После провалившегося путча Таипра Джепардаган продолжает устанавливать авторитарный режим в стране. Десятки тысяч арестованных оппозиционеров, журналистов, полицейских и судей, а также принятый парламентом закон о расширении полномочий президента, лишнее тому подтверждение. С другой стороны, Евросоюз действительно в последние месяцы действует разбалансированно. Договоренности с Турцией о прекращении миграционного потока выполняются через раз. И в преддверии выборов в Бундестаг закрытие этого проблемного вопроса может стать гарантией сохранения места канцлера. Поэтому вопрос о реализации соглашения о беженцах, которые ранее Турция подписала с ЕС, в числе первых, которые сегодня Меркель обсудила с Эрдоганом и премьер-министром Елдырымом. Помимо этого говорили о политическом урегулировании в Сирии, но на фоне фото пожимающих руки чиновников в Берлине сейчас говорят только о грядущем успехе для союза ХДС, ХСС на выборах в Бундестаг. Встреча длилась два с половиной часа и, по заверениям обеих сторон, была хоть и непростой, но успешной. В Германии начала действовать программа «Начальная помощь плюс». Это правительственный проект, который предполагает выплату денежной компенсации тем беженцам, которые добровольно покидают ФРГ. Такая миграционная политика обойдется немецкому правительству в 40 миллионов евро в год. И таким образом германские власти надеются частично решить проблему беженцев. С начала февраля на материальную помощь в размере 1200 евро могут претендовать мигранты от 12 лет из 45 стран, которые захотят покинуть ФРГ до вынесения решения о предоставлении им убежища. Исключение составляют беженцы из Западных Балкан. Но для тех, кому отказали в статусе беженцы, немецкие власти тоже приготовили вознаграждение. 800 евро за то, что они не будут подавать апелляцию и добровольно покинут страну. Половину суммы выплаты беженцы получат при выезде из Германии. Остальные деньги спустя полгода проживания в стране своего происхождения. Первое знакомство. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль полетел в Вашингтон встречаться с новыми коллегами-американцами. В списке встреч госсекретар Рекс Тиллерсон, вице-президент Майк Пенс и другие члены администрации. Собирается также повидать нового генсека ООН Антонио Гутерреша. Еще перед отбытием Зигмар Габриэль сообщил, что будет говорить об актуальных вопросах международной политики и подготовит почву для тесной консультации между двумя государствами. По словам новоиспеченного дипломата, он собирается наладить открытый, дружественный и доверительный диалог, а также обзавестись личными контактами. Свою миссию он называет не иначе, как передача предложения о дружбе и доверии. А уж если получится, заодно попробует донести до американцев свою точку зрения, а также интересы и ценности Германии. Напомним, Зигмар Габриэль на днях сменил на посту главного германского дипломата Франко-Вальтера Штайнмайера сразу после поста министра экономики ФРГ. Один охранник погиб, его коллега попала в больницу с ранениями в результате захвата заложников в тюрьме американского штата Делавер. Как сообщают власти, заключенные устроили бунт, по их собственным словам, из-за политики Дональда Трампа. Группа заключенных несколько часов удерживала в заложниках надзирателей, а также других арестантов, однако скоро стало их отпускать. По состоянию на несколько часов назад в заложниках оставались лишь двое тюремных сотрудников. Что же касается более детального разбора требований, бунтовщики потребовали скорейшего проведения тюремной реформы в штате, возможности получать хорошее образование за решеткой и, по их словам, более справедливых условий содержания. А подтолкнули их последнее заявление нового президента, согласно которым он планирует привести пенитенциарную систему в порядок. Все ЗК восприняли такое обещание как угрозу своему существованию. Любопытно, что на переговоры бунтовщики пошли только после того, как власти через журналистов пригласили невесту одного из бунтовщиков и мать другого. Полный вперед! Британский парламент одобрил законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза. За документ, который разрешает премьер-министру Терезе Мэй начать процедуру Брекзит, проголосовали 494 депутата. Против лишь немногим больше сотни. Решение уже прокомментировал глава Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон. По его словам, депутаты приняли историческое решение. Правда, на этом процесс не закончен. Теперь принятый документ будут еще три дня обсуждать в Палате Общим. Затем рассмотрение в Палате Лордов. При этом не стоит забывать, что и сам парламент не был первым этапом. После референдума летом 2016-го власти долго не могли понять, с какого конца начинать Брекзит. Пока ругались с оппонентами, обратились в Верховный суд. И уже тот постановил только через парламент. Дальше процесс также не будет простым. Если документ пройдет все согласования, закон может быть принят уже к началу весны. Тогда начнется другая долгая процедура. Собственно, двухлетний процесс выхода из состава Евросоюза. Который, по прогнозам Терезы Мэй, завершится до апреля 2019-го года. В Китае опять трагедия. На востоке страны, в пригороде Вэньчжоу, обрушились сразу три жилых дома. Все три пятиэтажки. Почему это произошло, пока не установили. Спасатели заняты разбором завалов. По их словам, под обломками до сих пор остается много людей. Но живыми спасли лишь пятерых. Еще девять человек погибли, их тела тоже извлекли. При этом в самой спасательной операции принимает участие более 6 тысяч сотрудников экстренных служб. На месте дежурит 17 карет скорой помощи. Под обломками до сих пор остаются десятки жителей. За последнее время это крупнейшая катастрофа такого толка. Хотя здания в Китае обрушаются достаточно регулярно. Еще три года назад местные газеты опубликовали отчеты, согласно которым почти полторы тысячи зданий в Вэньчжоу в аварийном состоянии. Они либо должны быть снесены, либо нуждаются в ремонте. В другой китайской провинции в январе снесли сразу 19 многоэтажек. Планово, чтобы на их месте построить новые. Однако в масштабах страны проблема остается огромной. 1984-й во многом пророческий роман британского писателя Джорджа Оруэлла переиздали в США. Антиутопия о мрачном будущем в условиях пропаганды, несвободы, тотальной слежки и вмешательства государства во все сферы жизни граждан впервые была опубликована 68 лет назад. В 2017-м книга вновь стала бестселлером. Читатели начали скупать романы после скандала вокруг количества зрителей на инаугурации Дональда Трампа. Президент заявил, что его вступление в должность стало самым популярным за всю историю Соединенных Штатов. Журналисты с ним не согласились и в доказательства начали публиковать кадры из архивов. На первом же брифинге Белого дома прессу обвинили в недобросовестности. Советник президента Кэллиан Конуэй в интервью телеканалу NBC заявила, что мнение Дональда Трампа и его администрации по поводу количества зрителей – это альтернативные факты. «Альтернативные факты – это не факты, а ложь», – ответил ей журналист NBC. Высказывание Конуэй напомнило многим концепцию двоемыслия из книги Оруэлла, позволявшую властям контролировать информацию. Спрос на роман в книжных магазинах резко возрос. Это один из величайших романов антиутопий. Там много сказано о пропаганде. Такие параллели с политикой нашей новой администрации. Думаю, люди очень обеспокоены, и они хотят лучше понимать, пусть и через художественную литературу, каких опасностей сегодня можно ждать от описанных в романе явлений. По мнению читателей, история повторяется. Люди обращаются к прошлому, чтобы узнать о возможном будущем. Думаю, нам определенно есть чему поучиться. О многих событиях мы забыли, но сегодня, пожалуй, исторический опыт мог бы нам пригодиться. Только на прошлой неделе было распродано больше 75 тысяч копий. Представители книжной индустрии сообщили, что после инаугурации Трампа продажи романа выросли в 95 раз. Маленький Фриц, белый медвежонок из берлинского зоопарка Тирпарк, наконец получил свое имя. Перебрав более чем 10 тысяч различных имен, жюри из семи человек составило шот-лист лучших. А имя победитель вытащили из шляпы. Итак, полярного медвежонка отныне зовут Фриц, что логично. С этого момента малыша зовут Фриц. Мы с удовольствием будем его так называть. А когда он поймет, что это его имя, то, думаю, будет очень доволен. Фриц – прекрасное имя для Берлина. Фриц – это короткое, четкое, независимое имя, которым чувствуется характер. Оно прекрасно подходит белому медведю. Фриц родился еще в ноябре. У его семилетней мамы Тони он первый ребенок, а в зоопарке – первый новорожденный полярный медвежонок за последние 22 года. Фриц еще очень мал, поэтому в открытый вольер его выпустят только весной. Тогда и можно будет с ним познакомиться. Работники зоопарка надеются, что к тому времени медвежонок выучит свое имя и будет отзываться на простое Фриц. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени. m-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова